Красноярск Вопрос с аэроэкспрессом из аэропорта Емельянова будет в высшей степени актуальным, если Красноярск станет столицей университета. О каких-то сроках и затратах пока говорить рано, зато проект городской электрички уже реализуется полным ходом. Цель связать все части города с железной дорогой и перемещаться между ними с невероятной для Красноярской дорожной ситуации скоростью. Это станция путепровод, что недалеко от проспекта Свободный. Утренняя электричка отсюда до станции Енисей, что на правом берегу, находится в пути меньше 30 минут. Для сравнения, чтобы преодолеть то же самое расстояние на автобусе в час пик, может понадобиться более полутора часов. Чтобы приступить к реализации, большую работу должны провести специалисты по подсчету пассажиропотоков. Ведь окупаемая железнодорожная ветка считается только после того, как по ней проедет 2 миллиона пассажиров. То есть каждый красноярец должен будет купить по 2 билета на каждое новое направление. Денис Денисов, Валерий Чащин и Александр Шевелев, 7 канал, Живые мысли. Ну а уточнение очень простое, как вы понимаете, 2 миллиона пассажиров за какой срок? Это годовой период, он очень достижимый. Сегодня город везет автомобильным транспортом 1 миллион человек в сутки. В сутки, конечно. Поэтому 2 миллиона в год это достаточно понятная цифра. Мы можем это позволить себе внутри города перевозку такую сделать. А судя по этой цифре, в общем, достаточно небольшой, если говорить о, так сказать, сроке год, то железная дорога готова со своей стороны и считает достаточно рентабельными этот проект. Правильно я понимаю? Правильно. Некоторое время назад, когда мы с вами встречались в августе месяце, в конце, мы говорили с вами о том, что существуют определенные барьеры. Эти барьеры называются обеспечением возможностей маломобильных групп населения, проще говоря, инвалидов, пользоваться услугами городской электрички. Некоторые эксперты предлагали нам построить для головных вагонов, а электропоезд у нас двигается не по кольцу, а двигается, заезжая на бугач, бригада переходит, возвращается обратно. Челночным таким образом. Челночным, да. Поэтому получается всегда два головных вагона, но для разных поездок, в четном и нечетном направлении. И, соответственно, необходимо было бы построить такие пересадочные платформы, где бы инвалид мог подняться по пандусу и заехать на своем инвалидном кресле. Не знаю, как правильно это называется, извините меня. Ну, да, кресле, устройство, на котором он передвигается. Специализированный вагон. Мы нашли другое решение. Это решение уже реализовано сегодня в черте города Сочи. Там подготовка к Олимпиаде уже закончилась со стороны железнодорожников. И есть подвижной состав, который оборудован специальным подъемником. Мы уходим от дорогостоящих высоких платформ, решая проблему механическим способом. Так, как это сделали, опять же, наши смежники-автомобилисты. Лев Викторович, скажите, пожалуйста, а вот какая-то реконструкция самих путей, вот самой железной дороги, рельсы, шпалы, она требуется? Нет. У нас подвижной состав, который ходит, он, соответственно, сертифицирован под подвизные пути общего пользования с колеей 1520. И в том числе достаточно невысокого порожка вот этого, да? Да, в том числе и оборудован, конечно же, посадочными платформами, которые сегодня используются. Достаточно их или отвечают они качеству, но это, конечно, оценят пассажиры. Сегодня мы активно занимаемся по просьбе города и совместно с городом строительством двух новых посадочных остановочных комплексов. Это Водопьянова, я раньше вам называл, сегодня уже заведены туда подъездные пути к городу. Да, город сделал уже в Северном новые площадки, разворотные курги. Мы, в свою очередь, там привезли материалы. Министр транспорта Краевой говорил, что в феврале можно уже будет реализовать эту структуру, эту уже схему, да. Верно. И это позволит нам получить хороший транспортный узел в районе Красноярска-Северного, оттуда отправлять электрички не с той периодичностью, в которой она сейчас входит в сезон перевозок, связанных с садоводством, а круглогодично. Это будет Северный, Железнодорожный вокзал, Путепровод и Далия-Зыково. Вот это на этом направлении? Сегодня мы едем по Красноярску-Северному в двух направлениях. Это в сторону Красноярска-Восточного и Далия-Зыково, сады. И можем вернуться через сады на шинный завод, на станцию Базаеха, приехать на станцию Енисея, вернуться на Красноярск-Северный, а потом заехать на Бугач, перейти из кабины в кабины бригады и в обратном направлении. Электричка пойдет уже теперь задом наперед, головной вагон встанет в другую сторону, приехать обратно на Красноярск-Северный. На какую среднюю скорость вы рассчитываете на пути, скажем, от Водопьяного, от Северного Душинного завода? Ну, нам за последние две недели приезжало несколько московских гостей. Мы организовывали встречи с главой города, руководителя дирекции пассажирских обустройств, Меготина Борис Петрович, а это российского масштаба дирекция, отдельный филиал, который занимается обслуживанием пригородных перевозок. Это и новые платформы, и новые вагон. Серьезными специалистами работаете, серьезно готово относиться, это радует. На встрече с Хамшукреевичем было достигнуто соглашение, подписаны протоколы, в которых есть определенные поручения закончить строительство вот этих пересадочных платформ, модернизировать имеющиеся, разбили на два этапа, на 14-15 год, для того, чтобы гражданам было более удобно пользоваться. Ну и еще одна встреча была с руководителем дирекции вокзалов, дирекции железнодорожных вокзалов с Абрамовым. Железнодорожных вокзалов РЖД? РЖД всей России, да, для того, чтобы обсудить возможность строительства транспортно-пересадочного узла тире нового пригородного автомобильного вокзала, автобусного вокзала, совмещенной с железной дороги. Предварительно сегодня обсуждается два места. Это само Северное шоссе, там, где у нас сегодня строится переход автомобильный через железную дорогу. Через вас, да, через железную дорогу. Там хорошее место, там удобно будет со всех концов, которые в город есть дороги, въездные, и с севера, и с востока, и с запада, со стороны Ачинска. Можно будет построить новый вокзал, это будет для граждан более удобнее, нежели чем тот вокзал, который мы используем сейчас. Может, я сейчас буду занудным. И все-таки за какое время из Северного до Шинного можно заехать? Ну, средняя скорость, да, наверное, за какое время? По ощущению? Ну, конечно же, я далеко зашел, рассказываю. Полчаса, полчаса. Когда мы с этими руководителями проезжали, у нас вся поездка занимала час сорок. Все кольцо с переходом бригад из одного места в другое, со всеми остановочными площадками. Мы выходили... Час сорок в оба конца? Туда и обратно по кольцу. По кольцу. А, ну, это же челночный будет путь. Вот все-таки от Северного... Вот, правильно говорится. Да, или Северного... Будет две. Одна, они будут приходить, чем у нас сумеют встречаться. Час сорок это... Весь город объехать по кругу. По кругу. Ну, а вот... Через Зыково, через Березовку, представляете? Конкретно, это да, это час сорок. А вот конкретно с Северного до Шинного... С Северного до Шинного, я думаю, минут за сорок можно доехать. За сорок минут. За сорок минут? Да. Да. Если ехать автомобилем в течение дня, это займет, я думаю, что два с половиной, а может быть даже и три, а может быть и проклянешь все, и не доедешь. Мы прервемся сейчас на рекламу, чтобы после рекламы с Львом Викторовичем поговорить о другом проекте. Он называется «Скоростной трамвай». Там тоже очень много интересного. Далеко не уходите.